Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Игорь, и я представляю вашему вниманию заключительную серию вопросов и ответов в уходящем 2019 году. В этом ролике мне хотелось бы подвести некоторые итоги, дать комментарии и озвучить некоторые планы на год грядущий. Прежде всего, я хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто остается вместе с моим каналом, кто поддерживает меня не только материально, но и распространяемые ролики, оставляя комментарии. Это все очень-очень важно для развития моего канала. Естественно, отдельное спасибо всем тем, кто оказывает материальную помощь. Без вас выход многих роликов был бы невозможен. В этом году мой канал преодолел отметку в 20 тысяч подписчиков, и количество подписчиков продолжает расти, что совершенно замечательно. Также в этом году я начал сотрудничество с некоторыми новыми компаниями. Например, очень активно развивается мое сотрудничество с компанией Diagostini, вместе с которой мы собираем ролики по Dojo, по Migu, а также по Тысячелетнему Соколу, по сериям сборных моделей, которые выпускает этот издатель. И я уверен, что данное сотрудничество будет продолжаться и в грядущем году. Кроме того, в уходящем году я провел несколько мастер-классов. Некоторые из них были ориентированы на совсем новичков. Например, тот, который проходил в декабре в Меге-Химке. К сожалению, некоторые обстоятельства и состояние моего здоровья не позволили мне в этом году выпускать много роликов по сборным моделям. Но я стараюсь ликвидировать этот пробел в наступающем новом году. Непосредственно после Нового года мы с вами разберем ролики, в которых будет рассказано о новых моделях компании «Звезда». Это и Су-57, Бумеранг и КамАЗ. Ну а также ждите ролик про панцирь. Правда, когда он выйдет, я пока не скажу. Это пока секрет. В наступающем новом году вас ждут также новые ролики, рассказывающие о создании диорам. В этом направлении я уже работаю, и один такой ролик уже недавно выходил у меня на канале, буквально на прошлой неделе, рассказывающий о распечатанной на фотополимерном принтере модели главного здания Советского Союза из игры Red Alert 2. В новом году вас также ждут новые ролики в этом направлении. Не только новые диорамы, но и рассказ о новых моделях, распечатанных на 3D-принтере. В этих роликах я буду стараться рассказывать о самых разных видах моделей. Не только о технике, но и о фигурках. Свои эксперименты по работе с фигурками я в обязательном порядке продолжу. К сожалению, в этом году мне не удалось создать стороннюю площадку, которая бы сопровождала мой YouTube-канал. Это связано с некоторыми проблемами, прежде всего организационными, ну и, естественно, финансовыми. Однако я надеюсь решить эти вопросы в наступающем году, и я надеюсь, все-таки такая площадка появится. Как я и обещал, на ней должны выходить дополнительные материалы по тем моделям, которые я собираю. В настоящее время такие дополнительные материалы вы можете найти на моей страничке ВКонтакте. Ссылка в описании ролика. Надеюсь, что в новом году мой канал пополнится также дополнительным контентом, рассказывающим не только о тех направлениях, в которых я сейчас работаю. Это сборные модели, деревянные конструкторы и не только. Но и, я надеюсь, появится что-то более интересное, что-то новенькое. Например, я очень надеюсь, что в наступающем 2020 году все-таки начнут выходить ролики по обещанной серии по сборке деревянного парусника. Но я не буду озвучивать какие-то особые планы, потому что, как показывает практика, и в этом уже, думаю, многие убедились, озвученные планы имеют тенденцию не сбываться. Поэтому мы с вами поговорим о грядущих планах тогда, когда наступит для этого время. Одно могу сказать точно, что в наступающем году я обязательно проведу стрим, может быть, даже не один. Посмотрим, проведем тестовый стрим, а дальше как пойдет, насколько это будет интересно вам и насколько это будет удобно для меня. На этом стриме я постараюсь ответить на ваши вопросы, поэтому готовьте их, а о стриме будет сообщено дополнительно. Я думаю, что стрим пройдет где-то в середине января, ближе к концу января, вот где-то в 15-20 числах января постараюсь этот стрим организовать. Но, еще раз подчеркиваю, о нем будет сообщено дополнительно, где-то примерно за неделю до стрима я выложу ролик, где можно будет оставлять свои комментарии, писать вопросы, на которые я отвечу на стриме. Ну и, естественно, в процессе стрима также можно будет задавать мне вопросы, на которые я отвечу уже в режиме онлайн. Еще раз огромное спасибо всем вам за то, что вы подписываетесь на мой канал, за то, что вы комментируете мои ролики. Надеюсь, что в наступающем году мы с вами преодолеем отметку в 30 тысяч подписчиков, ну и, может быть, даже больше. Давайте к этому стремиться. Как только мой канал дойдет до очередной 10-тысячной отметки, на моем канале пройдет небольшая викторина, но я пока не буду ее анонсировать, доберемся до отметки в 30 тысяч подписчиков, и об этом поговорим. Вот такие небольшие комментарии и анонсы хотелось бы сделать по итогам уходящего года. Ну а теперь я поздравляю всех с наступающим 2020 годом. Желаю вам всем крепкого здоровья, успехов и удач в любых начинаниях и любых видах деятельности, безусловно, не только в моделизме. Желаю, чтобы идеи, которые вам придут в голову, реализовались, а мечты, которые вы запланировали, сбылись. Убежден, что в уходящем году у нас с вами было и плохое, и хорошее. Я желаю, чтобы плохое забылось и осталось в уходящем году, а хорошее приумножилось и в наступающем году только радовало вас. Надеюсь, что в наступающем году мы по-прежнему будем вместе, я буду выпускать ролики, ну и мы с вами будем их обсуждать. Большое спасибо вам за то, что вы остаетесь со мной, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Большое вам спасибо за поддержку, которую вы оказываете. Ну и, конечно же, по традиции, в конце. Удачных вам моделей и до новых встреч в 2020 году. Всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова